Пресечь возможный рост цен. Мера это пока не вынужденная, но уже обязательная. Ввиду эмбарго на импорт товаров из-за рубежа, местные предприниматели могут захотеть заработать на сложившейся ситуации. Товары, цены на которые попали в перечень обязательной проверки, самые разные. Но все первые необходимости. Крупы, мука, масло, мясо, яйца, молочная продукция, фрукты и овощи. Это впечатление, в основном, рост цен на продукты в питании, пока одна из основных задач. И нам посиловать совместно ее решить. Ресурсная база, ресурсное обеспечение, которое мы сегодня имеем, она не дает нам права поднимать цены, тем более национальные позиции товара. Считаю глубоко убежден. И мы сейчас мониторим, мы ресурсное обеспечение видим в своей рабочей дальнейшей программе на уровне прошлого года. Поэтому Липецкая область выдержит те сегодня санкции. Дефицита нет. Прилавки торговых точек заполнены до отказа. Выбраны любой вкус и цвет, что называется, широкий ассортимент. Так что продавать втридорого себе дороже. Липецкий покупатель без труда найдет товар с адекватным сочетанием цены и качества. Переходный период, который потребуется поставщикам, чтобы наладить эти новые контакты по завозу продукции на территорию России, я думаю, что он компенсируется, во-первых, запасами продукции, которые есть в настоящий момент и в торговых сетях, и у оптовиков. И летний осенний сезон благоприятный, который, как обычно, у нас в этот период происходит замещение импорта продукции сельхозпроизводителей и наших отечественных. Липецкая область может обеспечить и себя, и соседей. Коллегу Королёва обратился Сергей Собянин. Мэр Москвы попросил руководителя региона увеличить количество ярмарок продукции липецких фермеров в столице. О таком сотрудничестве уже подумывают и власти Санкт-Петербурга. Анна Ледовских, Катерина Мелехова, Андрей Зубков, Липецкое время.